Ну что же, сегодня 31 декабря. Соответственно, этот ролик станет последним в 2019 году. И я все-таки решил поговорить о такой теме, как российско-грузинские отношения. Подтолкнули меня к этому недавние заявления президента Грузии Саламезу Рабишвили, которая, кстати, уже более чем год назад приняла присягу. А заявления эти были сделаны ей в одном из интервью, где она сказала, мол, пока не знает, посетит ли Москву на 9 мая. Ранее президент России Владимир Путин подметил, что Москва разослала приглашение всем мировым лидерам, в том числе руководителям бывших советских республик. По словам Зурабишвили, для принятия решения следует учесть множество факторов, включая решение мировых лидеров. Также она намерена обсудить данный вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским. Этот вопрос, а также многие другие, несомненно, будут обсуждены между нами в Украине. Сейчас я не могу так прямо ответить на этот вопрос. Если какая-то страна и имеет полное моральное право вспоминать жертв 9 мая, то это Грузия, так как наша роль и жертвы в этой войне были огромными по сравнению с другими. Примечательно, что 19 декабря Владимир Путин заявил, что представители стран СНГ, которые не приедут в Москву на торжество по случаю Дня Победы 9 мая, допустят ошибку и продемонстрируют свое неуважение к ветеранам войны. Тут, конечно, не совсем понятен контекст. Кого имел в виду Путин? Именно СНГ или все бывшие советские республики. Ибо, напомню, Грузия уже лет 10 как не является членом СНГ. Последней вступила и первой вышла. Так что, если речь шла о членах СНГ, то Грузии это не касается. Что же говоря до самих комментариев Саламезу Рабишвили, то лично я бы хотел полагать, что она просто решила повести себя дипломатично. В связи с чем не ответила отказом на отправленное приглашение уже сейчас. С моей точки зрения, грузинским властям не нужно приезжать на это мероприятие в Москву. Я уже даже не помню, когда последний раз руководство Грузии посещало Московский парад по случаю Дня Победы. В общем-то, никаких оснований ехать в Москву у президента или премьера Грузии нет. Отношение к событиям 9 мая, Дню Победы и так далее, это другой вопрос. Но факт таков, что дипломатические отношения между Грузией и Россией были разорваны еще в 2008 году. Россия и Грузия не являются дружественными странами друг для друга. Это не касается людей. Речь именно об отношениях на государственном уровне. А на официальном уровне Грузия декларирует Россию как агрессора, который оккупирует 20% грузинской территории. При подобном раскладе лично мне видится странным сценарий, при котором президент Грузии приедет на официальные торжества в Москву. Тут, конечно, кто-то возразит, сказав, что надо восстановить дипотношения, но нет. Честно скажу, мне кажется, что такая необходимость отсутствует. Да и восстановление этих отношений в ближайшей перспективе невозможно. Я понимаю, как негативно в Грузии относятся к личности Путина, но я бы здесь даже не привязывал президента Путина к российско-грузинской ситуации. Не оправдываю и не защищаю Владимира Путина, но ситуация в Абхазии произошла в 1992 году, когда никакого Путина на президентском посту еще не было. Происходящее дальше это вполне себе естественная для России внешняя политика, направленная на то, чтобы контролировать своих ближайших соседей. Это делалось при Ельцине, это же делается и при Путине. Россия никогда бы не общалась с Грузией, как с государством на равных. Для России это просто одна из губерний на завоеванном Кавказе, но уж никак не самостоятельное государство. Путин, Навальный или кто бы то ни было еще, подобный подход вряд ли изменится. Империя не будет всерьез воспринимать маленькое государство, которое столько веков находилось под ее непосредственным контролем. Потому, когда люди говорят, мол, Грузии или Украине надо восстанавливать дипотношения с Россией, причем такое говорят и умные, грамотные люди, на фоне с которыми я являюсь глупым и ничего не знающим ребенком, но все равно я не могу согласиться с их позицией. Нереально сейчас представить равноценные соседские отношения между Украиной и Россией. А Украина это огромная страна в Европе, но ее за государство в России толком не считают. На что можно надеяться маленькой Грузии. Так что я лично не поддерживаю риторику о каком-то там восстановлении отношений. Нейтралитет. Вот что было бы замечательным форматом отношений. У России свои внешнеполитические и геополитические цели. И я это понимаю. Ровно как и у Грузии свои цели на политической арене, которые не перекликаются с целями России. Я тут даже не говорил о том, что само по себе восприятие 9 мая в двух странах разное. Если сравнивать как его проводят в России, а как в Грузии, это принципиально отличные друг от друга мероприятия. В России 9 мая чуть ли не главный, а может быть и главный праздник года. Отмечающийся с гигантскими помпами, пафосом, там танки, кричалки, бессмертные полки, портреты Сталина и все в этом духе. В Грузии люди просто приходят на площадь и возлагают цветы. По большому счету все. И поминают эти жуткие события днем скорби. Восприятие принципиально иное. Да и о чем говорить, если Грузия это та страна, в которой была официально проведена декоммунизация. Снесен памятник Сталину в его родном городе, переименованы все улицы, которые были названы в честь большевиков и так далее. В России же, как мне кажется, достаточно мощная ностальгия по СССР. Как на госуровне, так и в головах людей. КПРФ же кажется вторая по популярности партия, если я не ошибаюсь. В Грузии же коммунистическая символика просто запрещена законом. А идеология коммунистов совершенно не популярна. Продолжение следует... Да и георгиевская ленточка, достаточно распространенная в России, мягко говоря, нелюбима в Грузии. Я, например, не знал, что это было. Я прошу прощения, я потому с большими извинениями, но на территорию Грузии, когда вы заезжаете, на территорию Грузии, у которых 20% территории оккупировано, понимаете? Давай снимай, родной, быстро, а то у меня уже нервы нет. Снимай, родной. Я сниму? Я... Можно попробовать? Ты видишь? Нет, сейчас снимай. Это моя собственность. Я прошу прощения. Я желаю вам хорошо провести время на территории Грузии. Так что сейчас это две разных страны, с разным менталитетом. И это абсолютно нормально. Мир прекрасен своим разнообразием. И пусть каждая сторона движется своей дорогой. А дорога Грузии, тут со мной согласится большинство грузин, устремлена не в сторону России. Потому я считаю, что президенту Грузии не стоит ехать в Москву на парад победы. Президенту Грузии стоит 9 мая прийти на площадь в Тбилиси и возложить цветы в память о погибших в той жуткой бойне. То есть поступить так, как она и поступила в этом году. Я хоть и не поддерживаю то, каким образом и с каким пафосом в России отмечается 9 мая, но переубеждать тут никого ни в чем не хочу. Если люди считают, что вот так надо, то на здоровье. Мне сложно подобные явления воспринимать в призме праздника. Так что я полностью поддерживаю то, чтобы первые лица государства без какой-то помпы, торжеств и всего подобного просто возложили цветы, почтили память погибших в минуты молчания и вернулись к своим государственным обязанностям. Если кто-то думает иначе, это его личное дело. Основная мысль такова. С моей точки зрения, президенту Грузии незачем ехать в Москву на 9 мая. Это, конечно, ни в коем случае не истина в последней инстанции. Это мое личное скромное мнение. А теперь... Небольшая смена обстановки и краткое послесловие. Как я уже говорил, сегодняшнее видео последнее в уходящем году. Год назад на канале было около 6500 человек. Сейчас почти 20000, что, конечно, очень приятно. Год пролетел очень быстро. И такое ощущение, что с каждым годом время летит быстрее и быстрее. Кого-то из зрителей я уже помню по именам, ну или как минимум по их никнеймам. Это люди из России, из Грузии, из Армении, из Азербайджана. Вот, к слову, тоже приятное для меня открытие. Это то, что я начал следить за происходящим в Азербайджане, который я считаю очень интересной страной. Не сложно заметить, что активность на канале в период Нового года ощутимо снижается. И оно неудивительно. Я сам последние дни ловлю себя на мысли, что мне просто неохота ничего смотреть. Реально, захожу на YouTube и просто не тянет потреблять контент. Видимо, это такое предновогоднее и постновогоднее явление. Хочется спокойно сесть, открыть будылку красного сухого и просто не думать и не переживать вообще ни о чем. Так что, небольшой спойлер. Скорее всего, я отлучусь в первых числах января. Отдохну от новостей, от политики, от постоянных размышлений о создании контента. Ибо, выпустив около 90 роликов за этот год, я, пожалуй, начинаю ощущать, что пора немножко отдохнуть. Морально перезагрузиться, наметить планы на предстоящий год и постепенно начать их выполнять. Кстати, не могу не отметить, что доктор Важига Приндашвили, которого цхинвальский режим собирался посадить почти на два года, все-таки был выпущен на свободу. И праздники он встретит дома с семьей. Я воздержусь от каких-то банальных поздравлений. Президенты или премьер-министры с этим справятся куда лучше меня. А я просто выражу благодарность каждому человеку, подписанному на мой канал. Ведь именно факт того, что кто-то смотрит мои измышления, наводит меня на мысль, что, видимо, есть смысл продолжать. Да и мне самому всегда очень интересно почитать общественное мнение, узнать, что думают люди и так далее. Думаю, пора закругляться. Так что еще раз всем спасибо. На самом деле, очень круто, что мы вот так можем все контактировать. Будь то люди из России, Грузии, Азербайджана, Армении, Таджикистана, Украины и так далее. Обещал воздержаться от банальных поздравлений, но все-таки всех с наступающим. И до встречи уже в новом 2020 году. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!